Ввиду погодных условий, заявленная команда по хоккею «Жаворонки» от участия в турнире отказались, поэтому на хоккейную площадку вышли команды «Олимп» и «Одинцова». Во время торжественного открытия спортивного праздника подсчетными грамотами главы города Одинцова Александра Гусева были отмечены активные жители 8-го микрорайона. Я всегда с хорошим настроением, я всегда с удовольствием иду играть в хоккей. У нас время позднее, начиная хоккейная лига, НХЛ, но несмотря ни на что, и там рано вставать, кому ребята все приходят, играем. Замечательный вид спорта, но не зря же президент в него окунулся. Он старше меня на 10 лет, но тоже молодец, играет, и мы стараемся. Хоккейная коробка имеет давнюю историю, ведь она старше самого города. Многие поколения жителей второго завода выросли на этом льду. В свое время здесь тренировались известные хоккеисты. Когда-то на этом льду играла даже сборная Чехословакии против нашей местной команды в ЗАИ. Но там была, конечно, сборная города, и не только города. Наши победили, победили мужики, победили юноши. Вот, наш микрорайон богат спортивными традициями, которые не умирают даже при всех, так сказать, перипетиях и проблемах сегодняшней жизни. И вот на лед вышли сборная команды Одинцова и команда Олимп, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Первый тайм упорной борьбы показал, что обе команды достойные соперники с равными силами, сыграв в ничью. Но азарт и воля к победе в двух последующих таймах свидетельствовали о том, что желание победить было чуть больше у сборной команды Одинцова. Стараемся ежегодно проводить, так сказать, завершение хоккейного сезона, завершение турнира. Коробочку делали, всю зиму заливали на общественных началах. Ну и всегда у нас как бы вот хоккейный матч, наверху у нас будет турнир по лазер-так и мини-футболу. К сожалению, погода подвела, да, то есть очень многие команды не приехали, которые должны были приехать. Пока одни вели упорную борьбу с шайбой, другие на стадионе активно болели за команды и согревались ароматным чаем из большого самовара, который был виден за километр. Для участия в турнирах по мини-футболу и лазер-тагу необходимо было подать заявку в оргкомитет в день соревнований и собрать команды, что и сделали участники спортивного праздника. В лазер-таге могли участвовать все желающие в возрасте от 10 лет. На состязания были приглашены несколько школ. Необходимую экипировку бесплатно предоставил спортивный клуб «Олимп». Лазер-таг – игра, суть которой состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Победители турниров получили командные кубки и грамоты, а призеры – памятные медали.